Собственно, переходим к конструкторам. Конструктор — это специальный метод, вызываемый при создании экземпляра класса, то есть когда кто-то где-то в программе применяет оператор new. Задача конструктора — инициализировать состояние объекта и подготовить его к использованию. Объявление конструктора состоит из модификатора доступа и имени класса. Конструктор может принимать параметры, как и любой другой метод. Если параметр конструктора имеет такое же имя, как поле класса, то для доступа к полю класса используется префикс this. This — это ссылка на текущий экземпляр, в контексте которого исполняется конструктор или любой другой метод. Обычно явно писать this не нужно, но в случае конфликта имен поля и локальной переменной или параметра приходится это делать. Когда в классе не объявлен ни один конструктор, то неявно создается конструктор по умолчанию, без параметров. То есть даже если в классе нет конструктора, его экземпляр все равно можно создать при помощи new. Если нужно запретить создание экземпляров класса, то нужно сделать конструктор приватным. В классе может быть несколько перегруженных версий конструктора с разными наборами параметров. При этом из одного конструктора можно вызывать другой. В некоторых языках поддерживается задание значений по умолчанию для параметров. То есть можно было бы, например, написать прямо в объявлении метода, что intradix равно 10. И это бы означало, что во всех местах вызова конструктора, если второй параметр не указан, то он подразумевается равным 10. В Java такой механизм не поддерживается, но при помощи перегрузки конструкторов и вызова одного конструктора из другого, его можно успешно эмулировать. Следом за конструкторами логично было бы обсудить деструкторы, но деструкторов в Java нет. Строго говоря, JVM поддерживает некоторый специальный метод finalize, который будет вызван сборщиком мусора, когда на объект больше нету ссылок. Однако после многих лет наступания на грабли, сообщество Java-программистов пришло к консенсусу, что полагаться на эту возможность не следует. В первую очередь потому, что метод finalize будет вызван в непредсказуемый момент времени и из непредсказуемого потока. Если объекту все-таки требуется какая-то подчистка, освобождение ресурсов, то для этого заводят обычный метод, чаще всего с именем close, и ответственность за вызов этого метода возлагается на программиста. Впрочем, как мы узнаем в следующем модуле, в язык встроена удобная синтаксическая конструкция, обеспечивающая неявный вызов метода close при выходе объекта из области видимости.